Работая над поправками в Конституции, мы вместе думаем не только о сегодняшнем, но и о завтрашнем дне, потому что это основной закон. Многие из вас в разное время и в разных ситуациях говорили как раз о том, что этот основной закон принимался в особых условиях. Если вы обратили внимание, я в послании как раз тоже об этом сказал, это справедливо, так и есть. Сейчас ситуация в стране изменилась кардинальным образом, по сути у нас уже другая страна в этом смысле и, конечно, поправки востребованы. Хочется высказать свою благодарность за то, что вы пошли на этот шаг, потому что Конституция принималась в 93-м году в непростое время, ну и, конечно, за прошедшее время многое изменилось. Вызовы новые появились и все это требует внесения изменений в наш основной закон. Ваши поправки поддерживают все фракции, потому что мы считаем, что они отражают запрос к обществу максимально. За каждым из вас, уважаемые коллеги, миллионы ваших сторонников. Миллионы. И эти люди поддерживают вас потому, что вы формулируете так задачи, которые нам нужно решать, как те люди, которые вас поддерживают, хотели бы решать эти проблемы. Они так же, как и вы, хотят, чтобы мы добивались определенных целей, которые вы формулируете. Что точно, совершенно все наши граждане хотят и что нас всех объединяет – это наша страна, и сегодняшний день, и будущее. Все хотят, чтобы у нас общество было более справедливым, все хотят, чтобы государство было сильным, и чтобы оно занимало достойное место в мире. При всей разнице подходов к методам и способам достижения цели, цели для нас общие на самом деле.